Привет! Сегодня я хочу с вами поделиться одним рецептом, который вы можете приготовить, если вы на ПП или правильном питании. Да если просто вы захотели вкусно перекусить, легкий ужин, то и у вас дома не казалось ничего, кроме пекинской капусты, то оставайтесь со мной и мы с вами будем делать этот рецепт и обсудим очень интересную тему. Я почему-то сегодня утром проснулся, когда просыпался, у меня в голове такая фраза была о том, что, а кто выставляет те самые грани человеческой красоты? Кто эти стандарты выставляет? Для меня это открылся вопрос. Почему некоторые люди считают, что есть люди красивые, например, кто-то, а есть говорят, что люди кто-то есть некрасивые? Почему-то кто-то считает, что он может ощущать себя белым человеком, а этого белого человека делать так, чтобы он был совсем не такой, как обычно. И вот у меня вопрос, почему это белое яйцо считают нестандартным в чем-то, например, вот это коричневое яйцо? Почему это белое яйцо имеет право говорить о этом яйце, что оно какое-то не такое? На самом деле нам понадобится действительно только несколько яиц, это будет, я взял, первый раз буду готовить этот рецепт, поэтому это выходит из моих стандартов, как я вам говорил про два яйца. Но здесь я только могу обвинять потом сам себя, почему? Потому что я обычно готовлю что-то и потом говорю зрителям своим вкусно, это было невкусно. Но фишка будет в том, что я сейчас приготовлю и потом в конце видео мы вместе с вами это все и попробуем. Нам понадобится, ну я взял три яйца, нам понадобится пекинская капуста, нам понадобится нож, доска и нам понадобится сковородка с крышкой и еще нам понадобится, господи, как цыган, все гремит, стучит. И нам понадобится с вами еще и различные специи по вкусу, те которые вам нужны, соль, сахар, перец, паприка, различные травы, которые вам нравятся. Я пока сковородку поставлю разогреваться на среднюю температуру, ну пока на пятерку. И мы с вами продолжим разговор. Вы знаете, я сегодня, тем временем, я просто яйцо вобью в эту штучку. А, и нам понадобится еще с вами вот что, с вами нам понадобится миксер. А где у меня миксер? Сейчас я его найду. Вот короче, знаете что, ребята, я тут проснулся от такой мысли сегодня, что в голове у меня, что почему кто-то может читать стандарты человеческой красоты в чем-то хорошем или плохим. Я вот не знаю, вот я думаю, что каждый из вас считает себя по-своему красивым, правда ведь? Каждый считает, что в чем-то он, я не говорю, что я там идеален тоже или еще что-то, но каждый считает себя в чем-то, ну, симпатичным, не хуже, чем другой человек. Но некоторые люди считают, что, например, ну, я думаю, что кто-то сталкивался из вас, что я не симпатичный или не симпатичная. И, конечно, это, наверное, еще зависит от, сейчас секундочку, это еще зависит от самого человека, от его личностного настроя, как он будет на это реагировать, от его воспитания, от его эго, которое есть в нем. Потому что есть самокритичные люди, а есть такие, которые воспринимают это все очень сильно на штыки, когда ему, например, говорят, что ты, откуда ты вывалился такого рода, вообще, что у тебя с глазами, что у тебя с ртом, да ты слишком толстый, да ты слишком худой, что у тебя такие губы, ноги, что ты такой волосатый или почему ты такой лысый. И вот я говорю о том, что стандарты красоты, понятно, что они с модой меняются, да, но мы же с вами все-таки живем не в фэшн-индустрии, чтобы считать, что анорексичные женщины или девушки могут считать себя, например, за идеальную фигуру. Ну, быть идеальной. Для меня никогда анорексичные женщины не были сексуально привлекательными. Для меня обыкновенные самые девушки, люди, так скажем, окружающие, сейчас не про секс говорю вообще, что для меня они очень больше как-то по характеру похожи, по мне, чем вот эти анорексичные девушки. Ну, это, наверное, все-таки мир шоу-бизнеса, тот, который нельзя смешивать с обыкновенной жизнью. А вот с обыкновенной жизнью для меня странная история, почему, например, некоторые люди считают, что тот или иной человек не симпатичный. Я считаю то, что все люди на планете симпатичные, в отличие от меня, потому что я-то очень симпатичный, симпатичнее всех на свете. Короче, нам надо сейчас отделить белок от желтка. Вот. В каждой шутке, конечно, есть доля правды. Вот, поэтому уж извините за мою прямоту. Вот, так как есть, так и говорю. Так, нужно аккуратно. Ну, тут, в принципе, ничего мы, никакого бисквита вбивать не будем, поэтому не пугайтесь, смотрите, не переключайте канал. Вот. Сейчас его тут еще у меня... Тут, видите, иногда белок остается, поэтому можно вот так вот пальцем немножко зацепить, он еще... Ой, вывалится. Так. Поэтому я, конечно, считаю, что каждый человек, который есть на планете, он по-своему симпатичен. Симпатичен, красив и... Блин, что сюда зачем желток вывалил? И привлекательен. Что иногда человеческая красота, которая дана была нам, нашими родителями... Так, немножко сейчас посолим, чтобы он побыстрее белок сбился. Дана была нашими родителями и Всевышним, я не знаю, там, кто-то, если верит в это, щепотку соли прямо добавлю, ну, чтобы для вкуса и для... Вот, а то все равно все это придется подсаливать. Вот так, чуть побольше, вот так. Да, дана была нашими родителями и Всевышним, иногда мы эту красоту сами запускаем. Вот я, например, сейчас запустил свою бороду, я прекрасно понимаю, что я некрасив в чем-то. Но это я сам себе считаю, это самокритичность называется, да. Я считаю то, что вот сейчас у меня голова вот отросла, тут сбоку и все остальное, тут ее нужно подстригать. И в этом я могу себя считать несимпатичным. Я могу себя считать несимпатичным, если у человека есть самокритика. Но есть так называемое человеческое самолюбие, когда человек, не видя себя в зеркало, не видя сам себя со стороны, не понимает, что он, например, неприлично одет. Человек, когда не понимает, что он неприлично просто выглядит там, где не положено. Можно одеть гиперкороткую юбку и прийти туда, куда, например, не стоит приходить. Можно одеть, например, шорты, когда приходишь в церковь. Зачем приходить в церковь, если ты знаешь то, что в церковь нельзя ходить в шортах, а нужно приходить только в длинных штанах. А если у тебя нет установки, то нужно там одеть специальные повязки. Но я сейчас не говорю о правилах нахождения в церкви, а в том, что это тоже взгляд со стороны на себя, что ты выглядишь неприлично в обществе, там, где нельзя находиться так, как неправильно. Там, где неправильно. Так, взбиваем до пиков. Сейчас я про до пиков таких клёстких, чтобы все соединилось. Соль и пена, чтобы образовалась. Я думаю, что это можно сделать и венчиком. Но в интернете я увидел рецепт этот вот такой. Если кто-то, конечно, увидит, сделал такой рецепт, расскажите, напишите. Может быть, вы как-то сделали немножко по-другому. Я такого ни разу не видел. И поэтому, полистая страничку интернета в свободные минуты от работы, я думаю, блин, какой простой на самом деле рецепт. Он очень быстрый и очень вкусный. А самое главное, то, что это можно сделать прямо за секунду. Даже если у вас дома этого нет. Выбежали в магазин, купили, пока гости где-то метро там идут. И, значит, что я хочу сказать. Что меня самое главное, знаете, что удивляет? Ну вот, может быть, это тоже неправильно. Наверное, это мужской взгляд. Мужской взгляд от меня к женщинам. Но, наверное, у женщины точно такой же взгляд. Хотя иногда я не приветствую, как выглядят мужчины. Вот. Ну вот, например, в любом случае, например, в нашем обществе, да, так скажем, больше всего, что мужчина может более выглядеть неопрятно, чем женщина. И я никогда не понимал тогда, когда вот мы, так скажем, свою природную красоту, которая дана была нам родителями, дана была родителями Господом Богом, что у меня сегодня с мыслями, мы ее портим еще больше сами. Вот как я сейчас. Неухоженная борода, неухоженная голова, грязная рубашка, может быть, да, и мы в этом в пятнах, там, какие-то футболки или чем-то, мы в этом идем, и нам на это насрать, и мы даже на это не смотрим. А почему мы на это не смотрим? Вот для меня это загадка. Почему человек выглядит неопрятно? Почему женщина, женщина, вот для меня, да, вот я скажу женщина, потому что, наверное, женщина скажет, мужчина от него воняет. Вот почему некоторые женщины не следят за собой? От женщины иногда воняет так из-под мышек, что как будто бы она неделю не мылась. Почему женщина позволяет себе не помыть утром голову? Я понимаю, что у каждого человека разные биологическая выработка сальных желез, да, то есть они разные активности у каждого человека. Но если я понимаю то, что у меня были жирные волосы, мне приходилось их каждый раз мыть, я их дотер до лысины. Конечно, это из-за другого. Но в любом случае, если я понимаю то, что вот у меня у мамы, так скажем, ну, жирная голова, как она говорит, или то, что вот сальные железы именно чаще всего вырабатывают вот здесь, да, и голова ощущение всегда как будто грязное, как будто мыльное, или я не знаю, как еще называется. Мама у меня каждый день моет голову, встав утром рано, да, допустим, перед тем, как там позавтракала или еще что-то, ну, выйдя, например, на работу или там пойдя в магазин, она обязательно помоет голову, обязательно. И у меня был такой принцип, я себя считал неумытым, неодетым, мне казалось, я весь дискомфортный, если я не помою голову. Это был вот какой-то, знаете, для меня ритуал. Это привычка, наверное, какая-то. Но, конечно, кто-то из вас скажет, голову каждый день быть нельзя. Возможно. Но если у человека гиперактивно вырабатываются сальные железы на голове, особенно у женщин, я еще раз уточню, все-таки у женщин, то почему женщина вот с такими вот паклами, которые у нее уже вот так вот висят, понимаете, вот уже вот все вот, почему женщина утром не может помыть голову? Есть сейчас специальные салфетки, я понимаю, что даже можно надеть шапку, пойти куда-то, вот ты вроде помыл голову, да, можно пойти куда-то там в гости или там еще где-то, шапку снимаешь и опять волосы вот такие. Сейчас же есть все эти шампуни, всякие салфетки, все это можно протереть и привести себя в порядок. Мало того, что женщины ощущение, что они даже не понимают, что они грязные, что они немытые, что у них не то, что нет прически на голове, а они просто с сальными, жирными волосами. Вот для меня это огромная загадка. Я не знаю, может быть, вы меня сейчас закидаете тапками, гнилыми помидорами и всем остальным, но для меня выйти не с подмытыми подмышками, не с подмытыми, извините за выражение, яичками и промежностью, для меня это ритуал, каждое утро, которое меня приучили родители. Я каждое утро встаю, я мою голову, я подмываюсь, даже если я не иду полностью мыться, я мою голову, я сейчас мою бороду, я мою подмышки и мою, извините за выражение, попу и то, что между ног. Вот для меня это ритуал. Почему люди не могут себя приучить? Тем более, если ты понимаешь, что у тебя сальные волосы. Это должно быть как отчий наш, понимаете? Вот как молитва, что утром встала, у меня грязные волосы, мне нужно их вымыть. У меня должно быть какая-то шапка полегче. Или у меня что-то должно быть такое в женской сумочке, чтобы привести себя в порядок. Вот в чем вопрос. Значит, дальше что мы делаем? Сейчас продолжим разговор. Видите, практически пики. Сейчас на мелких оборотах нам нужно будет сюда вмешать желток. Прямо на мелких, так скажем, оборотах. Просто мы вмешиваем это. Смешиваем, так скажем. Можно это уже, наверное, делать венчиком. Не перебивая, было сказано. Хотя, опять же, автор этого блюда, это авторское блюдо этой девушки. Но, честно говоря, я не помню, как ее зовут. Она откуда-то там из ТикТока. Хотя она сказала, что у нее есть свой канал. Санал есть на Ютубе. Ну, честно говоря, я не помню, не стал вспоминать, поэтому неважно. Будем считать, что я это связал у нее. Так, сейчас немножко подсахарю. Фит-парадом. Вы можете использовать сахар. Потом сказали, что нужно добавлять различные специи, которые по вкусу. Я добавлю сюда молотый перец. Единственное, что она добавляла, знаете, что еще сюда? Она добавляла паприку. Но от паприки ощущение, она сказала, будет такое, что как будто бы у вас немножко подгорела. Эта штука сама в дальнейшем, когда сейчас мы будем готовить. Вот у меня есть паприка. Я сюда тоже сыпану. Простая. Вот, кстати, паприка с подкопченой мне не понравилось. Вот у Паши папа рекомендовал. Мне что-то она как-то не покатила. Мы ее купили, она нас отправлялась. Пытались что-то с ней сделать. В общем, так она выбросит и ушла. Есть еще одну, что это паприка снула. Что, паприку? А, приправу вирсальную, господи. Смотрю в книгу, вижу фигу. А я хотел найти, знаете, что я хотел найти сушеный чеснок. Так, сейчас. Сушеный чеснок. Ну вот этот чеснок тоже посоветовал Пашин Папа. Сейчас будем пробовать, но вот я уже почувствую по консистенции, что очень такой, знаете, хороший чеснок. Он не в порошок стертый, а такими достаточно хорошими, такими потертыми кусочками. Продается, кстати, он в фикс прайсе и стоит он, ну, что-то, рублей, по-моему, 50. Вот, кстати, вот, смотрите. Видите, как крупный? Крупный какой. Вот, поэтому мы сейчас его сюда тоже добавляем. Добавляем сюда его. Так, по вкусу, кому как нравится. Так, посолить я посолил. И теперь вот кукуму я еще добавил. Ну, кукуму, что-то я... Паш, ты же доставал, да, кукуму где-то? Да, еще и должна быть там. Так, все есть, кроме кукумы. Ильбирь. Все, право какая-то. Нет, нет. Короче, ладно. В следующий раз. В общем, и снова вот это все с вами перемешиваем. По сути дела, надо попробовать на соль и на сахар, но яйцо я точно пробовать не буду. Соль иксер нам больше не нужен, убираем в сторону. В сторону убираем его. Так. И переходим с вами ближе к сковородке. Единственное, что нам надо достать будет масло оливковое. Ну, вы, как вы хотите, такую масло не используйте. Кому как удобно. Так, это уже мытое, это нам нужен нож. И передвигаемся ближе к сковородке. Сюда нам нужно будет налить масло оливковое или растительное. Разровнять все со сковородки. Это вторая кисточка, блин. Прямо вода забежала из нее. Так. Сейчас, секундочку. Теперь нам нужно будет вот с вами сделать небольшое расстояние от капусты. Ну, где-то вот, там, сколько тут, полсантиметра может быть. Ой, сколько тут, нет, ну, сантиметров пять, наверное, нужно будет срезать вот эту историю шляпку в сторону. Теперь, прямо вот этой капусты мы берем, макаем вот в эту жижу, которая у нас сделана. Вот так вот мы это делаем. Видно вам, да. Так. Вот сюда. Так. И ставим, прямо жарится. Вот так. Все. Немножко газ добавил, чтобы все-таки это было. Побыстрее. И пока это жарится, мы с вами продолжим тему разговора. Вот. И значит, у меня вопрос-то в том, то, что вот некоторые женщины позволяют себе, ну, вот так вот выглядеть. Я не говорю о том, то, что, конечно, у каждой женщины своя красота. У каждого мужчины своя красота. Но как можно выйти на улицу, например, с грязными волосами? Как можно выйти на улицу в неправильной подобранной одежде? Опять же, кто-то скажет, мужчина это мужчина. Вот так как я мужчина, я буду говорить на женскую сторону. Потому что, как выглядят мужики, конечно, это тоже для меня иногда шокирует. Но это отдельная тема. Я буду говорить, выглядит, как многие девушки или женщины. Ну, в большинстве случаев, в которых я там рассказываю. То есть, для меня сам факт того, то, что девушка одевает на себя полное, очень маленькую футболку. Тем самым, может быть, она думает, что она сама себя худит, сжимает. И тогда, когда это, знаете, образуются вот такие вот складки. Складка над верхней частью груди. Зажата лифчиком с нижней части груди. Зажата лифчиком. Потом, значит, это вот первое. Потом, значит, зажата поднятыми колготками. Еще, значит, один круг, как, вы знаете, у этой, у гусеницы. Потом, значит, трусами это зажато живот. А сверху, значит, все это обтянуто какой-то такой футболкой, которая сделана из латекса. Или, как это называется, ну, вот эти футболки, которые стрейчевые футболки, точнее сказать. И, значит, это вот она, эта красотка идет. С сигареткой или там с грязными вот этими вот неприбранными волосами. Там хвост или еще что-то с этой ужасной резинкой, которая носила еще прабабка. И вот это, значит, все вот это вот оно, оно идет. Оно идет и себя несет. И причем оно себя считает красивым. Оно себя считает привлекательным. Оно еще тебя может так послать далеко, если ты ей что-то скажешь, что ты выглядишь как-то не так. Сам факт того, то что человек считает, что она супер красивая. Наверное, это правильно с одной стороны. Но с другой стороны, общество же прекрасно понимает, да. Вот я говорю, кто придумал эти грани, эти грани красоты. Она себя считает супер красивой. Для меня она не супер красивая. Для меня женщина должна выглядеть абсолютно другой. Возможно, я идеализирую отношение к своей маме. Потому что мама у меня никогда не выйдет с грязными волосами. Она никогда не выйдет на улицу, там, допустим, не накрашенной, не припудренной. Даже если она идет выбрасывать мусор, она всегда оденется. Вот, поэтому для меня вопрос, что есть такие у меня, друзья, товарищи, которые, вот мы с Пашей тоже не понимаем. Что девушка может выйти на улицу в грязных ботинках. Она может выйти в грязной застиранной куртке, в дырявых джинсах, в колготках протертых. То есть, это просто вот старые вещи, которые на выброс. А человек одевается и идет не то, что до мусорки, он идет в торговый центр. Например, покупать какие-то продукты, питание, не знаю, там еще что-то. Просто ходить и гулять. Для меня это большой вопрос, почему женщины считают правым или какие-то люди вот так относиться к себе. Нам дали тело, нам дали образ, нам дали жизнь родителей. И нужно как-то к телу относиться, ухаживать за ним, а не вонять, извините, за километр, как от помойного ведра или от мусоропроводной вот этой вот кабины, когда подходишь. Там воня такая иногда бывает, что вот от людей, знаете, бывает, пахнет похуже. Вот, смотрите, значит, у нас поджарилась вот эта сторонка. Одна сторона я уже поднял, сейчас посмотрел, сейчас я вам покажу. Возьму тарелку и возьму салфетки. Вот такие вот на всякий случай, потому что все-таки промахнуть и большую тарелку... О, уже пахнет-ка вкусно. Даже несмотря своим забитым носом. Так, вот сюда я положу вот так на тарелочку. Эту салфетку. И вот смотрите, как получилось. Оно не подгорело. Это вот, кстати, в экране еще лучше видно, что оно как будто черное. На самом деле оно такое, такого цвета хлеба, такого, знаете, корочки ржаного хлеба. А у девушки, кстати, то же самое было. И она сказала, что не пугайтесь, это из-за того, что здесь паприка. Поэтому я вам то же самое говорю, не пугайтесь, здесь паприка. Что дальше мы делаем? Дальше мы где-то примерно 2 сантиметра, сантиметра, наверное, отрезаем от этой кочерыжки. Вот, кочана от этого, придерживая одной рукой. Если есть у кого-то там перчатки, то можете воспользоваться им. И по сути дела, видите, аккуратным отрезанием вот эта часть, она держится. То есть, видите, она как... Все, у нас получилась такая с вами оладушка. И мы это пока выкладываем в сторону. И со следующей, со следующей частью мы проделываем то же самое. Опять макаем. Сковородку можно вот так вот тут. Вот тут надо поменьше сделать огонь. И снова ставим, снова ставим жариться. Вот, все. И вот так вот проделываем процедуру несколько раз. И можно сделать там, ну, например, 4 штучки, чтобы вот перекусить там. Кому-то по 2, кому-то по 1, кому-то все 4. Вот, поэтому для меня тоже создался вопрос. Ну, я сам себе, кстати, самокритик. Почему? Потому что я тоже могу сказать, что родители, которые дали мне жизнь, да, в какой-то момент я дотянул себя до такой степени. Хотя, говорит, там у меня и дедушка говорил, и все остальное. Мы живем один раз, и нужно есть, пока кушается все. И вот это, может быть, была немножко такая неправильная для меня структура. Почему? Потому что я действительно нажрал столько, что 120 килограмм, конечно, это был вообще... Ну, это, конечно, не критический вес, но я его не ощущал, по сути дела, потому что многие спрашивали, как тебе там, было сейчас лучше, легче или как. Нет, для меня я не ощущал этот вес. У меня не было ни одышки. Я чувствовал себя даже, может быть, в какой-то момент лучше, чем тогда, когда я начал худеть. Но это все, так скажем, вопрос времени. Сейчас я, конечно, понял то, что нужно все-таки себя держать в руках, может быть, не весить, там 72 килограмма, до энергии себе не доводить. Но нужно иметь в голове какой-то вот шаблон, что если ты съел кусочек пирога, и ты захотел его, то нужно съесть действительно кусочек, два, а не двадцать, два, как раньше, без перестанки можно было лежать, смотреть фильмы. Есть не фрукт, есть, например, не мороженое без сахара, а есть эти, поглощать пироги, заедать все это чипсами, заедать, например, там, не знаю, еще чем-то, и потом, как бы, ну, от этого понимаешь то, что. Но это дело опять каждого. Вопрос, я не про это сейчас говорю, просто о том, что я сам себя вроде как говорил, да, что нужно полюбить себя, и тогда полюбят тебя окружающие. Окружающая, об этом мне говорила бабушка, папина мама. Поэтому вопрос в том, то, что если люди себя, конечно, любят, тогда нужно и любить себя, и любить свое тело. А иногда кажется то, что вот эти люди, женщины, которые непонятно в чем одеты, непонятно, что у них на голове, непонятно, что у них в голове, то ты понимаешь то, что ей руководствуется, что она себя в зеркало не видела. А еще же такие люди работают, многие работают на руководящих должностях, и такое ощущение, что они совсем это не понимают. Руководящая должность, хорошая фирма, хорошая предприятия, и человек выглядит просто как, вы знаете, старая забытая погремушка какая-то. Как можно не следить за собой? Ты занимаешь хорошую должность, работаешь в хорошей фирме, и когда ты понимаешь то, что знакомишься с человеком, этот человек говорит, что я занимаю высокопоставленную должность, причем опять же женщина. А выглядит она, вы знаете, в свои, грубо говоря, 35, как на 65, причем 65-летняя женщина выглядит намного круче, намного эффектнее, и ее хочется быстрее сделать, чем вот эту молодуху 35-летнюю, непонятно, как она обделанная, то уж извините тогда. Это сама виновата, знаете, а не сама виновата, что бывает грубовато. Поэтому, знаете, вот эта вот фраза о том, то, что за собой нужно смотреть, и может быть от этого женщины одиноки. Конечно, ноги еще из-за характера, но мужчине так же, как и женщине, хочется не только, чтобы душа была красивая, не говорю, чтобы это нужно были какие-то сосачьи губы, чтобы были вот эти вот, знаете, огромные, огромные вот эти вот ресницы или еще что-то. Да, душа должна быть, но и женщина должна быть симпатичной, даже, окей, вот у меня тетя, например, тетя Таня, папина сестра, она вообще вот, которую вы знаете, она говорит, я никогда себе с юношества никогда не красилась, никогда, но она никогда не выйдет с грязными волосами на улицу, никогда, вот никогда, она никогда не выйдет в грязных джинсах, если несмотря на то, что она, она никогда не пойдет в магазин, если она приехала с дачи, в этой же одежде, если она там работала. Она скажет, Олег, завези меня домой, я переоденусь, пойду, переоденусь, я сейчас сказать, и выйду на улицу. А есть такие, которые вот в этом, я как говорю, наша знакомая с Пашей, она в грязной одежде, причем она уже неделями лежит нестиранная, протертыми, не то, что где-то там, знаете, вот эти вот джинсы делают, когда они там, вот еще одна часть пожарилась, я ее отрезаю, а не то, что она там, знаете, протертая какая-то, ну, художественно придуманная, так скажем, теми людьми, кто эти джинсы придумывал. А просто они со временем, между ног, на коленях, в каких-то местах это все протерто. И человек, девушка, еще раз повторюсь, она имеет право, она, как бы, до нее, она, видимо, как-то не догоняет, что ли, что. Но это некрасиво, идти там в обществе и выглядеть так, тем более в коллективе там с парнями или еще что-то. То есть настолько наплевательски, почему женщины настолько наплевательски к себе относятся. Я вот не понимаю. Я не понимаю. Мне всегда, вот, в моем большинстве окружения, даже у меня были полные девочки, да, у меня там были знакомые, и то они эффектно одевались, даже несмотря на свою фигуру. Да, были одежды секонд-хенда, но они были не то, что грязные, они их приводили в порядок, они стирали, они гладили, они смотрели, чтобы вещь была всегда вот от иголочки, и вот прямо тютелька в тютельку, чтобы все было. Прическа, чтобы всегда были чистые волосы. Обязательно предпудриться, обязательно сделать себе шлейф из духов, чтобы мужчины, проходящие мимо, на тебя посмотрели. А когда женщина, еще раз повторюсь, с грязными волосами, невкусно, неправильно, невкусно и неправильно одеты. Я понимаю, что нет, бывает, нет денег одеть. Но сейчас в фикс-прайсе и в других магазинах можно все это купить подешевле. Это не значит, что женщина 60-го размера должна одеть футболку 36-го, понимаете? Потому что она супер считает себя худой. Потому что она когда-то была действительно там 30-40-го какого-то размера. Но несмотря на все, что она стала есть драники, пироги и булки, то, что она родила, вроде бы полгода назад я была все еще такой. Но вот после рода уже я пополнила, еще похудею, но вот вроде футболочка валяется, что у нее нет. Я одела, скрипя, намылив себя шампунью, чтобы, знаете, натянуть это вот как водолазный костюм на себя там в ванне где-то одевать, растягивая и одевая. И вот в этом мы выходим и ходим. И вот этот образ, представьте, не накрашенный, с грязными волосами, это для меня вообще вот... Вообще, самое главное, почему начал разговор, что вот эти вот волосы жирные. А синдром красоты, придуманный кем-то, для меня я считаю, что все-таки это неправильно. Я не говорю сейчас о красоте. А там кто и что. А я говорю именно о том, то, что я проснулся и думаю. Вот некоторые люди считают, что кто-то красивый, а кто-то некрасивый. И в чем-то он некрасивый. Вот я сейчас, так скажем, обвиняя какого-то энного человека, да, вымышленного, я говорю, что в чем мне не нравится человек. Но я никогда не скажу, что если человек опрятно выглядит, человек опрятно одет, у него нет макияжа, хвостик, прилично одет, и вроде бы ничего, все плохо. Я никогда не скажу, что ты, именно ты, что ты плохая, или что ты плохой. Ты некрасивый, ты некрасивая. Почему? Потому что у тебя разрез глаз не такой, у тебя фигура не такая, у тебя еще что-то. Я еще раз говорю, что можно и в 60-м, и в 50-м, и в 90-м размере веся 120 килограмм мужчине или женщине выглядеть и выглядеть самое главное эффектно и красиво. Подобрать одежду, подобрать свой образ, даже не накрашенным, но тогда, когда это такая гипербола, понимаете, насрать на все, я буду выглядеть так, как я хочу, но по-моему, это вот какой-то, знаете, перегиб и перебор. Вот. Поэтому для меня это вот, не знаю, наверное, что-то и может быть какие-то неправильные вещи, но для меня вот это вот все-таки одна ситуация, когда я говорю, что никто не имеет права говорить о том, что вот стандарты красоты именно вот такие, блондинка или блондин, брюнеты, именно такой-то фигуры, какие-то килограммы и все остальное. Каждый должен выбрать свою стезю, как он хочет выглядеть. Это право каждого человека, жизнь дала человеку, чтобы он прожил ее самостоятельно. Я всегда это говорю. Не так, как должен прожить, так, как хочет ваш сосед, дядя Петя или дворник, дядя Толя, или там, не знаю, ваша лифтерша Марина Павловна, или ваш директор Филипп Педросович, а так, как хотите прожить именно вы. Но прожить ее нужно вкусно и красиво. И даже если у вас нет денег на то, чтобы, извините за выражение, помить голову, купите просто хотя бы, блин, не знаю, мыло в фикс-прайсе какой-нибудь, кусок мыла за 35 рублей, вам и ухватит на месяц вот так вот, чтобы вы мыли голову. Так, третий кусочек. Все, смотрите, четыре кусочка у меня пожарились. Больше я не буду делать, у меня здесь осталось немножко масла в этом. Я все-таки немножечко, так знаете, это подсолю. Единственное, что я думаю, что пекинскую капусту, капусту, пекинскую капусту нужно было, не знаю, влезть на не влезть, вне сковородка узкая. В общем, ее сейчас что нужно сделать? Нужно ее переложить обратной стороной обратно в сковородку. Она просто у меня может не влезть, потому что широкие. Хотя, может быть, и влезет. Главное, верить, что все хорошо. Это же овощи, они сейчас немножко ужарятся, упарятся. Ставим обратно на сковородку, на огонь. И прикрываем крышкой. Прикрываем крышкой. Так, главное, чтобы прижать. Там было сказано, что только что вот так было. И закрываем крышкой. И где-то это у нас должно потомиться на небольшом огонечке. Ну, где-то 5-7 минут. Было сказано так. Все. Отключаемся. Вот, прошло буквально, ну, наверное, 5-7 минут, прошло 10, меньше, больше. Крышка была закрыта. Я еще вот так вот, немножечко водой. И еще раз кусочечка прикрою, чтобы, так скажем, паром надолой все и выключаем. Не знаю, что это будет на вкус. Кстати, я сейчас подумал, что может быть, это и калорийно, потому что здесь же яйцо. Не знаю. Что-то у нас же и калорийно. То, что жареное. То, что жареное, да. Чтобы это не развалилось. Но я вот этой стороной одной вверх, одной не сползу. Посмотрю, как это было. С одной стороны так, с другой стороны так. Вилочку пожбери. Я вот так сделаю. Так, сдвинем. Отодвинем у вас сторонку подальше, чтобы мы все влезли в кадр. Сейчас в режиме онлайн будем пробовать. Такие два глаза. Ой, сейчас бы упало. Ну иди сюда, что-то из кадра-то ушел. Ну я сейчас попробую, кстати, она ломается достаточно хорошо. Видите, как разваливается. То есть, я думаю, что она будет более жесткой. Сейчас я попробую без всего, просто так начистую. горячо. может так немножко остыло. Может даже вкусу не чувствуется. Но креветки здесь чувствуются, а морковки надо чуть поменьше было. Ну, что я хочу сказать. Давай, пастыше, может быть, ты что-то распробовал, нет? Не особо пока. Просто хочется сначала, Паша, на мнение выслушать. В одни в кадр, пожалуйста, у тебя не видно, пол-мизинца тебя торчит. Пол-мизинца, да? Как говорил Валентин Степан, ты или там, или тут, за кулицей или на сцене. Может, тайна, образ. Такого не бывает. Это у вас не бывало. Режиссер сейчас новая тенденция. тенденция. Да. Ну, делали с тобой похожий шницель из белокочанной капусты, но она была более жестче. Не понимаю, что не хватает. Соли. Да, соли остроты, пикантности. Да. Ну, это первый раз я делал. Если бы, ну, я же говорю же, да, я тебе не противоречу просто с тобой. С этим. То есть, если бы была, не знаю, может быть, красный перец. Поострее, да, то есть, как бы, как бы ты имеешь в виду, не паприка. Да. Вот эта штука такая. То было бы интереснее по вкусу. Так это вкусно. Особенно тебе практически вегану. И думаю, что тебе наоборот должно понравиться. Ну, как по мне, оно мягкое. Безусловно, я просто думал, что будет жестче, потому что подобные шницели есть такой в интернете, если прочитаете, из белокочанной капусты. Он, мы делали, он был тоже, помнишь, что малютина, он был вкусный, но вот что-то, ну, тогда, что нужно было запариться, сейчас не помню, какие снеги, какие его делал. Но, ну, мягкое, 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 сочное, мягкое, сочное. Я думаю, что будет хуже, ну, например, если не хочешь тушить капусту, вот, пожалуйста, тебе захотел капусту, вот, пожалуйста, белокочанная, и ни разу, кстати, не пробую. Ну, быстро, быстро. Ты сейчас болтанешь, с записью видео, обсуждению, красоты, не красоты, но со сметаной, со сметаной по-другому, конечно. Другое, но сметана, с ней тоже вкусно, но, может быть, если был бы майонез или другой соус, было бы намного вкуснее, сметана просто на поле еще разбавляет вкус, капусту, то есть оно больше становится безообще безвкусным. Короче, одна дострады. Надо первоначально, вот в эту смесь, которую не осталось добавлять, добавлять больше каких-то специй, остроты. Опять же, на нас вкус. Может быть, кому-то и так понравится, поэтому попробуйте. Так вкусно все, то есть, отлично. Но, если бы что-то добавлять, либо изменять, то остроты, пикантности. Пикантности, Ваше любимое слово не хватает пикантности. Или пикантно. Но, мне кажется, что, если бы здесь был бы, кто, кстати, любитель майонеза, мне кажется, с майонезом было бы тоже вкусно, потому что вот майонез, наверное, бы как раз и дал бы вот эту вот остринку, вот этот вот вкус сам, того, чего не хватает именно в кляре, потому что в рецепте больше ничего не было. Есть там не майонез, там майонезный соус. Это еще сковородку в первый раз. Давайте майонез, соус чуть-чуть, махмут. здесь прямо немножко. Харе, я просто вот прям вот один раз съел. Видите, какая капелька. Прям вообще, как это. Ну, просто попробую. Ресторан, молекулярной кухни. Ну, так и есть. Кстати, ты скажи, пожалуйста, по поводу красоты, некрасоты, как ты считаешь, имеет ли право женщина или мужчина выглядеть грязным на улице или где-нибудь в общественном месте. право-то имеет, конечно. Я имею в виду приличное или неприличное. Неприлично. С майонезом по-другому. Более вкус такой. То есть, я правильно понимаю, что ты что-то рассказывал про то, что выйти на улицу? Нет, я говорю сначала начал с того, о том, что ну, кто придумает стандарты красоты. Я считаю, что не бывает, как бы стандарты, что человек должен выглядеть там 90-60-90 или там еще что-то. Я имею в виду то, что это один стандарт, с которым я не согласен, но выглядит некрасиво, неприлично женщина с грязными волосами, то, что мы с тобой иногда видим еще что-то. Мужчина там вонючий или женщина с небрительными подмышками или еще что-то. То есть, или вот эти женщины, которые 60-го размера одевают футболки 30-го, вот эти обтянутые и все остальное. Вот я про что говорю. Все мне кажется, это просто неприлично. Есть некоторые люди, которые бы я сказал, что наши знакомы с тобой, которые ходят в драных джинсах, протертых уже, и между ног и на коленях, или там где-то, которые считают, ну, как бы она или не видит, или не понимает, что как бы там в торговом центре так нельзя выглядеть. Не то, что не знаю, мне кажется, у меня мама в небольшом городке не позволяет себе выйти до магазина до пятерочки в таком виде, хотя там пройти три дома. А здесь, в Москве, человек себе позволяет так и деваться. Вот я про что говорю. Понял. Ну, ты-то как считаешь? Ну, конечно, это нельзя делать, скажем. Не то, что нельзя. Я почему-то, что-то неприлично. Ну, да, наверное, неприлично там выходить в пятерочку за колбасой. Ну, никто не говорит аппаратной какой-то одежде, но, как минимум там, либо если голова не мыта, но шапку одел, пошел. Никто не говорит о том, что нужно там на кражем. А когда нельзя шапку делать где-то башка жирная поточек, кепочку. Если не хочешь, да, девать, ну, да. Какой-то принцип то, я каждый день голову не мою, я делаю. Да нет. Ну, один раз каждый день может и не надо там, я не знаю, как у всех же по-разному. Но вопрос в том, что... Пошлой. Вот я это говорю. Просто ты можешь не слышать это еще раз говорю. Бывает у мужчин короткая прическа, там не видно, что она жирная башка. У женщин, в большинстве случаев, длинные волосы. Выделение сальных желудоз на голове и в подмышках у каждого человека по-разному. Вот у женщины гиперактивный сальный желез на голове. И их необходимо каждый день мыть. Понимаешь? Вот я про что говорю. Она не моет, потому что у нее принцип я не мою, потому что волосы начнут выпадать. А то, что хожу, блядь, я с грязными волосами неделю до следующего воскресенья, потому что мою в 16-30 каждое воскресенье в ванну заложу и мою голову. Поэтому вот она считает только по воскресеньям, потому что какие-то принципы. А то, что на неделю ходят с грязными жирными волосами вот такие, вот так вот они уже в тумбочку заворачиваются. Вот я про что говорю. Тогда я соглашусь с тобой. Есть принцип какой-то, тогда осознание человеку придется на счет кепку одевать. А если она не одевает ни кепку, ни перчатки, грубо говоря, на полночь идет с жирными волосами неделю находит, значит, это у человека в голове нет ничего. Значит, она не осознает, что у нее грязные волосы. Я считаю, что это норма. Вот я про что говорю. Ну, что ты будешь готовить? Рекомендуешь или нет? Я первый раз. Да? Первый, когда я попробовал, мне, ну, как бы так, под пикантность вот это не хватило. А потом, когда соус в виде либо сметаны, либо майонеза, майонез, чуть острее, чем сметаны, и уже совсем по-другому. конечно же, то, что первое, может быть, я съел то, что горячий был кусок. да, горячий, все равно. А потом, когда он чуть-чуть подостыло, да, и вкус раскрылся. Ну, я тоже рекомендую, но я вам рекомендую лучше съесть кусок хорошего стейка.